что дорогие друзья всем привет поскольку это видео выйдет уже в двадцать первом году я не успеваю выложить его в двадцатом поэтому я иду еще в старом году а вы уже будете смотреть в новом поэтому я смело могу поздравить вас вот так вот ребята у нас сегодня здесь чистят дорогу здесь нельзя стоять дорогу чистят так что вот пустая эти дорога пустая и он поставили елочку помните я вам говорил елочки нету а вот она елочка только в этом году по-моему ей за есть большие шары здесь шары большие он нет есть большие шары просто раньше эти большие шары воровали вот у нас открыли еще один стоматологический центр там один и один здесь один и тот же человек проверить да ты был на работе это вообще конечно же вернуть скользко я сейчас еду на звездную а точнее на московское шоссе за подушкой безопасности вот надо покупать надо ставить осталось подушка безопасности ребята и ремни так что вот едем на московское шоссе ну понятие такое московское шоссе мы всегда думаем что это далеко а это уже ближе там звездная московская мы сначала выйдем у звездной обратно пойдем на московскую и заодно если получится если сильно не будет холодно то мы дойдем и я вам покажу быков мясо комбинат который не она показывали по новостям так что все на метро поехали на станцию метро это для тех кто не в курсе в аэропорт вот это все дунайский проспект автосалон где нам делали автобус на это и вот эти автобусы отправляются евро а сейчас они вот здесь вот ведь вещи собирают люди уезжают далекие куда вот он едет санкт-петербург куда он едет нальчик а другой едет куда а как мне не понимаю куда там плохо видно так что учитесь на родину дима билана кто не знает дима билан из нальчика его называют мальчик из нальчика так что вот все мы дошли с вами до перекрестка вот видите вот там дальше в самом далеке такие торчат трубы это вот виадук по которому можно переехать и на московский о врезались и ругаются смотрите врезались и ругаются логан будану мерседес вот так ругаются они ругаются это два нерусских один и второй и тот который на логане он ехал ему взад не представляете он на него его материт там про мать и пытался его скрутить ниппель с колеса а мужик этот не выходит из машины то есть получается их там но и сидят до вышли бы на костыля ли будем как следует по башке и все нахрен о машину бьет смотрите он бьет машину ведь машину бьет сзади ударил я от не понимаю а че они в машине посидят вышли будут их двое он один звезда 0 по башке пару раз монтировки не знаю я бы не стал терпеть вот сейчас уже тем более двое вышли взяли монтировку и все нахрен он сейчас возьмет и уедет так что вот сейчас нам надо на ту сторону берите я хочу все таки показать забыл уже быков сейчас при нем покажу о чем он он так на него орал все равно слышно как он на этой бои не материт проститутка последний и во всяком вот эти вот это выйдешь в общем он сказал даже если мусора приедут ты все равно из машины выйдешь я тебе все равно накостыляю и вот это знаете что я больше всего не люблю когда они вот эти не русские они не любят когда про мать а он почем свет и значит самое смешное что он сказал он говорит оба сидят откуда сюда приехал вообще гряны и через какое-то время я уже на светофор я поехал все а тут же говорил что приедут мусора да я при мусорах теперь только вот так что вот все пока никого нету покажу потому что может охрана какая вот эти быки у меня папа раньше здесь работал здесь был мясокомбинат вот сейчас здесь мясокомбинат рушится и строится здесь жека не знаю что будет дальше с этими быками раньше они стояли в другом месте абсолютно не здесь ну давайте ближе подойдем посмотрим то второй идентичны вот такие вот быки раньше они стояли не здесь а потом их перевезли сюда смотрите как вот эту вот плиту с этим боком перевести смотрите сколько весит да это вообще жестко так что вот ребята вот такие вот бычки вот я потом может быть если найду фотку покажу где они раньше были вот но ведь мясокомбинат нам уже нафиг не нужен нам главное жека так что вот ребята вот такие вот дела ладно теперь пошли за заказ интергрупп офис продаж место здесь солидное считайте ну как центр это же все-таки московская московский район считается как центр а вот жалко конечно что рушится вот эти все мясокомбинаты ничего не надо а потом мы жалуемся почему у нас продукты с гмо с е был хороший мясокомбинат почему бы нет я не знаю что кстати будет с этими быками мне кажется что их надо оставить если они ну здесь будь джека это будет так а я не знаю там какой-то может как логотип или кредо какой-то вот этого жека что такие вот быки и назвать как-то этот комплекс я не знаю как он называется и кстати на этом можно даже денег поднять сказать смотрите какие тут быки вот но я думаю что не дадут поскольку недавно была передача по россии там говорили про этих быков московской шоссе 13 потом на 11 на другое суть в чем по россии вот показывали как раз против по россии как раз про них показываю я думаю что порушить никто не даст их судьба благополучно или если не здесь оставить и этот до сих пор на него орет и до сих пор бьет кулаком в стекло это вообще конец я не знаю я бы не вытерпел наверное его давным-давно но спеть то надо с него чтоб сошла как же так же вот а вон инспектор подъехал вот он обещал сушить а дайте к я здесь день в углу постою мне просто интересно ему обещал что когда приедет инспектор он далеке а он боится выходить даже из машины не выходит они он общается с ним через открытое окно прикиньте боится боится слушайте два здоровых мужика испугались какого-то кавказцы ну что это такое два здоровых мужика я понимаю что там были такие ну а там-то здоровые лбу сидя да вышли бы и на постеляли бы им вот ну все сейчас будут разбираться ладно а мы пошли а то мы иначе так никогда не дойдем ну а нам где-то вот куда-то вот туда вот где-то вот здесь неподалеку мы уже почти пришли а потом дойдем там московской зайдем макдак перекусим я очень хочу чизбургер я уже третий день хочу чизбургер не знаю почему заберем чизбургер выпили на кофе и дождемся троллейбусе на троллейбусе заедем до моего до моей станции метро на метро не хочу дом 36 я-то думал где-то близко а мне нужен дом 10 это представьте сколько мне еще идти 20 хренов домов в общем сейчас пока через дорогу переходил этого на логане всего общем аналии логан весь общем аналии там багажник открыли капот этот подкрыли там мордачок все проверили все спесь сошла он чуть ли ему даже там не руку пожал вестись осталось совершенно по-другому а до этого я говорю великами торгуют вел страна это не реклама просто мимо прохожу видите елочка велосипеды стингеры ну кстати стингер неплохая такая фирма а это чё за а вот у меня вот такой вот ну марка вот такая по моему велосипедная вот так что я тут такие дела этого у меня брат подарил ну подарил как бы не подарила он примешки давно уже она не катается так у нас и стоит велосипед кстати с братом с моим вчера приключилась не очень хорошая история приезли его с работы он у меня окна устанавливать и вчера его привезли ему что-то стало плохо ни руку ничего не повернуть ни ногу кстати с утра вызвали скорую она так и не приехала потом отзвонили из диспетчерская сказала ну пусть он ложится спать а на утро мы приедем а у него и подозрение на тромб и на сердечный приступ и что ну и в общем короче уже в 11 часов все таки приехала скорая потому что они сказали сейчас очень много ковидных мы никому не ездим вы видите здесь у них в дворах тоже гаражи еще стоят в общем сказали мы только к ковидным приезжаем я говорю что ж человек умирать что ли или что ну в общем проверили все сказали подозрение на стенокардию и сказали ни в коем случае тяжелого ничего не таскать и что ему теперь делать все работа завершена с окнами куда ему он раньше работал еще охранником только если охранником теперь куда-то идти по здоровью вот 45 лет представляете ужас конечно но ничего не поделаешь такова судьба так что вот так идем я вам покажу площадь победы кто не видел тоже покажу покажу вам площадь победы а то вот по питеру хожу а вам ничего не показываю вот не делаешь правильно так что здоровье это прям вот всем 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 только крепкого здоровья так что вот вот такие дела все сейчас дойдем и потом я вам площадь победы старые автомобили смотрите какой вольвенок 240 мне вот очень нравились только не универсалы а такие седанчики ну он уже конечно подубитый состояние конечно не важнецкое но это я в том плане показываю какие мне нравились воли кстати какой дом красивый вот сразу видно что где-то в центре вот такой дом еще долго будет стоять это не то что нынешние фуфло ставят так ну что пропустят меня давайте быстренько перебежим чтобы не мешать водителям так что вот все видите какие тут еще двери здания что здесь написано а это здесь какой-то был магазин и его закрыли там про ковид что-то написано а пышки вы видите раньше здесь были блины или пышки но от блинов и от пышки ну что делать господи как он меня напугал голова такая в очках на меня смотрит тут какие-то у них мусорки камера вон стоит а мы вас с ним вы нас снимаете а мы вас вот там смотрите какие дома зелененькие газпром вот тоже новый открыли жилой комплекс так что вот ребята ладно пойдемте вон в бедо 9 мая еще осталось а что здесь такое библиотека что ли тут нибудь используйте маску и перчатки а социально досуговое какое-то учреждение так что все пошли там еще потом пройдем циркушечку красивую покажу мне она очень нравится вам покажу вот мне она очень нравится там поменьше есть циркушечка а есть вот такая вот ну сейчас там поближе еще перейдем покажу какой-то MSN авто налево ну тут какие-то MS авто я не помню как у меня называется а нет это вообще Седова дом 5 вон посмотрите какая циркушечка красивая что-то я это там был 14 дом это он есть целиком 14 нет мне все кажется он очень здоровый вот смотрите какая циркушечка красивая тут опасно выходить так что вот вот мне кажется за перекрестком уже там сейчас давайте поближе я вам покажу видите красота какая так что вот а вот тот следующий дом наверное там я смотрел угловой дом ну ладно сейчас уже почти пришли это 14 дом значит а вот наверное это здание нету это Гагарина 77 ну ладно сейчас найдем сейчас наверное 2 адреса с той стороны это проспект Гагарина 77 а с этой стороны московское шоссе 12 видите как то есть получается пол дома с одного адреса пол дома с другого смотри какие дворы ничего себе видимо элитный дом ну вот 12 значит вот это 10 все ищем авто запчасти что там написано свежие чего фрукты овощи не нам не надо почта России почта банк наверное где-нибудь может с другой стороны фиг его знает ладно будем искать так ну что ребята вот он 10 дом но я что-то тут ни хрена никаких автозапчастей не вижу я вижу тут только почту России и какие-то свежее мясо может быть с той стороны надо обойти сейчас обойдем посмотрим о смотрите как помните я вам Volvo универсал показывал только что а вот такая мне нравится это тоже самое только там универсалы тоже красные видите слушайте а я хз вообще куда идти то вот 10 дом и чего нет тут никаких автозапчастей странно тут все это уже жилые дома а вон тут что-то нет все это жилые дома сейчас буду брать интернет и смотреть походу мы пришли куда-то в хрен его куку его что вот ребята тут такие вот ребята я не понимаю вот это здание написано где почта а ничего нет никаких вывесок ничего вообще нет что здесь а навигатор показывает что именно это здание никаких почт здесь поет запчастей нет ладно сейчас будем искать это вообще конец я не знаю как работают эти предприятия чего они шухерятся в общем я зашел в отделение почты мне женщина сказала что напротив вот в этом доме который гагарина имеет два адреса там есть некий подвальчик и вот там вроде как есть автозапчасти ну блин на хрена указывать адрес совершенно другой ну зачем вот ходить здесь мне вокруг да около если оказывается что там что магазин запчастей вот все-таки вот там где она мне сказала я им скажу я оставлю очень хороший про них отзыв ну чё это такое ну укажите сразу что не 10 а 12 или допустим может быть раньше у них здесь был офис и потом они переехали но все равно надо же правильно адрес указать а чё я как дурачок хожу здесь по кругу оказывается надо искать какой-то подвал пошли искать подвал вообще конец как эти люди работают хотят чтобы им чтобы у них покупали и в то же время гасятся со своими адресами вот какой-то дом но тут видите все огорожено сейчас перейдем с той стороны и будем искать подвал конец просто а на фотографиях указана ровно дверь на почту я говорю вот хотите фотографии покажу она говорит да вы уже не первый человек который сюда приходит зачем так делать не знаю ладно будем искать я вам потом расскажу короче рассказываю это вообще это конец это вообще конец я в 21 веке ребята я сталкиваюсь с таким просто впервые я такого вообще не видел никогда ни в жизни вон пятерочка соседний дом я не знаю может он просто пошел туда за продуктами я честно сказать не знаю в общем короче хожу я ищу этот долбанный магазин нигде нет захожу на почту спрашиваю я говорю девушка не подскажете здесь где-то должен быть магазин запчастей она говорит первый раз вообще об этом слышу там говорит в соседнем доме есть подвальчик такой там какие-то автозапчасти продают через дорогу я потом только вспомнил понял про что она мне говорила там какие-то жидкости продают ну что вы думаете я обошел весь дом вдоль и поперек нет там ничего думаю ну чё ну позвоню ну у них значит картинка нарисована дверь входа в почту россии только с обратной стороны я туда захожу естественно там никто ничего не знает я звоню я говорю здравствуйте это магазин они говорят да интернет магазин ну в моем понятии интернет магазин в любом случае должен быть офис да то есть ты приходишь через интернет заказываешь приходишь в помещение на выдачу и соответственно покупаешь я говорю я вот по подушке безопасности я говорю вот я уже подъехал куда мне что а вы где стоите я говорю почта россии почта банк все дела он говорит я вам сейчас спущусь я говорю так а у вас помещение то где я сам зайду нет я сам к вам выйду я говорю а безнал безналом можно оплатить он говорит нет нельзя я говорю а чё ж вы не предупреждаете я вчера у вашего продавца спрашивал безнал что я говорю ну ладно я говорю подходите у меня с тобой наличка была жду думаю кто выйдет выходит мужичок такой ну в возрасте вот который с спины вам показал выносит мне эту значит подушку и говорит она вам точно подойдёт я говорю ваше написано Skoda Fabia 2 он говорит да вы не смотрите что там написано я говорю в смысле не смотрите что там написано у вас интернет-магазин у вас написано подушка безопасности Skoda Fabia 2 он говорит там разные крепления я говорю в принципе Какие разные крепления? Один и тот же руль. Я говорю, хорошо, а есть возможность? Я сейчас возьму, приеду, если она не подойдет по меня. Вы чек мне дадите? Он говорит, а мы не выдаем чек. Как так-то? Вы интернет-магазин, вы обязаны мне выдать чек. Ну, вы потом придете поменять? Я говорю, нет, дружочек, так дело не пойдет. Я говорю, я у тебя сейчас заберу, а завтра я позвоню, а ты скажешь, что ты меня в первый раз видишь. То есть, по факту, они, наверное, работают, я не знаю, может быть, нелегально, может быть, не платят налоги, хрен его знает, но это не точно, но раз чек не дают, они же должны выдавать чек, не важно. Интернет-магазин, ты продаешь, ты выставляешь на всеобщее обозрение, ты продаешь на Авито. Тем более, что я читал отзывы, там писали, что интернет-магазин хороший. Но оказывается, ни чека, ничего. Поэтому, друзья мои дорогие, город Санкт-Петербург, Московское шоссе 10, интернет-магазин Агафит, столкнетесь с этим магазином, обходите нахрен стороной, потому что вот просто это конец. В 21 веке, ребята, вы ничего не продадите с таким вот, с такой политикой шухериться, не показывать, где магазин, не выдавать чек, понимаете? Вот какой-нибудь умный человек пойдет и напишет заявление в полицию, потому что скажут, неизвестные ребята продают какую-то хрень, без чека, без ничего. А как, например, запчасть? Они же еще торгуют там какими-то запчастями. То есть, получается, ты купишь запчасть, она бракованная, чека тебе не дали, а потом ты придешь, страничка на Авито будет удалена, и он скажет, что я вообще его первый раз вижу. Так что вот не попадайтесь на такие интернет-магазины. Вот сдуру, поехал. Подешевле взять. Ну там цена действительно была намного дешевле. Вот теперь все. Все. И остался я без подушки. Не знаю, где буду искать. Есть еще поближе на Бухарестской. Там официальный магазин. Вот, наверное, в официальный магазин и поеду. Ну откуда я знал? Я думал, приеду в интернет-магазин, заберу, а у них ни помещение, ничего нет. Еще и шиферятся. Позор вам. В магазин Агафит. Это жесть. Ну что, все. Настроение под Новый год подпорчено. Все. Нахрен. Не поеду я уже никуда. Надо будет сейчас прийти, взять ключи, залезть, посмотреть, какие у меня там крепления. Ну а теперь только подушка, наверное, через после Нового года. Я не знаю, или как. Или на праздники, может, я буду заезжать. Посмотрим. Ладно, сейчас покажу вам почту победы. Вот у нас памятники Великой Отечественной войны. Ну туда уже, ребята, я переходить не буду. Я вам вот так просто покажу. Вот это все Площадь Победы. Раньше мы здесь ездили через эту площадь на дачу. Вот. А мы сейчас с вами идем прямо. Вот оттуда идут автобусы на аэропорт. Там у нас аэропорт. В общем, мы сейчас туда идем. Я зайду в Макдональдс, потому что настроение дико испорчено. Еще я хочу кушать. Так что все. Пошли. С Рождеством Христовым на доме. А вот там написано. Там вам будет не видно с Новым годом. А дома очень похожи на те дома, которые у нас стоят у Латарского моста. Вот. Подвиг твоему Ленинград. Так что вот. А мы идем в Макдак. Все. Надоело мне тут шляться. Представляете мне, что, ребята, вспомнилось фильм «Гений», где Александр Абдулов сказал «Страна нетронутых идиотов». Я злой. Я очень злой. Это вообще конец. Это просто. Я говорю вот этот. Еще раз повторю. А графит. Хрень полная. Вот вообще даже. Вот где-то, если кому-то нужны запчасти, кто с Питера, если вы наткнетесь на этот магазин, шлите лесом. Если была бы возможность поставить одну звезду, я бы поставил. Вот. А мы с вами вышли к универмагу московский. Ну все. Больше ничего, ребят, снимать не буду. Только в Макдаке, может быть. Потому что у меня памяти мало. Я боюсь, что я не смонтирую длинное видео. Но все равно оно выйдет уже в 2021 году. Так что вот. Да, жилой. А вот это наверху что такое? Как амфитеатр какой-то. Это что такое там интересно у них? Там что, жилые квартиры? Нет там, нет. Ничего темно. У меня точно интересно, может кто-то здесь живет в районе? Знаю, что это такое. Не знаю, кто знает. Пишите в комментариях, что это такое. Интересно. Еще Марчелес какой-то. Ресторан мне. Нам что попроще. Что-то я уже как-то подзамерз. Пока ждал этих дебилов. Так что вот, ладно. Сейчас перекусим кофею на троллейбус и домой. Еще надо в Литвуаль зайти. Сегодня точно не выйдет. Короче, Макдаке очередь такая, что я не знаю. С улицы стоят. Поэтому нахрен поехали к нам домой. Я продлилась хочу. Ладно, уже доедем. Там у нас схожут. Так что у нас ведь такой экстрейчик красивый. Но мы уже такую машину покупать не хотим. Так что вот. Все. Такие вопросы сходят. Что за привычка дурная у людей? Идти, идти вдруг остановиться посредине дороги и начать смотреть. Как будто сзади никто не идет. Я сегодня, кстати, так на одну женщину в метро. Она шла, шла обтрубаться, остановилась. Я прям не убрался. Я говорю, женщина, как-то смотрите, за вами тоже люди идут. В общем, все. Короче, он там памятник Ленину. Я вам его показывал. Помните, рассказывал, где я здесь велосипед покупал? Так что вот, все. Ладно, в троллейбусе поехали домой. Надоело все. Короче, ребята, я зашел все-таки в наш МакДак. Сказали мне взять вот такой вот номер. Потому что без номера вот этого здесь поесть нельзя. Только с собой. Так что вот. Взял картошку фри. Чизбургер. Ну, короче, маккомбу с чикином и чизбургер. Я очень хотел чизбургер. Так что сейчас перекусим и пойдем домой. Все. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok